Девушки отдыхают Сегодня я затрону такую тему, как стандарты красоты для женщин. В зале, в котором я тренировалась почти полтора года, на раздевалках висят вот такие таблички. На женской раздевалке написано «красивые», на мужской раздевалке написано «сильные». Поднимите руки те, кто считает, что с этим что-то не так. Класс! Значит, мы с вами на одной волне. Но тем не менее, когда я готовилась к этому выступлению, я не знала, какого уровня люди придут, насколько они осведомлены в поверхности феминизма. Поэтому буду рассказывать какие-то вещи, возможно, которые покажутся для вас очевидными. Но не судите строго, это важно. Что, в принципе, не так с этой системой? Что издалека? Есть такое понятие в феминизме, как смены работы. Наверное, вы о нем слышали. Первой сменой в случае с женщинами традиционно понимается обычная оплачиваемая работа. Когда мы ходим на работу, получаем за нее зарплату. В общем, обычная ситуация. После первой смены у среднестатистической женщины наступает вторая смена, которая уже начинает отличаться от мужской. Поскольку по статистике, женщины, даже работающие наравне с мужчинами, о чем будет мой следующий слайд, проводят в бытовых делах, в неоплачиваемой работе гораздо больше времени. Например, в 2016 году провели исследование и выяснили, что у женщин накапывает 23 года неоплачиваемая работа. Что это имеется в виду? Это приготовление пищи, репродуктивный труд, воспитание детей, уборка и так далее. В общем, все вещи, которые требуют усилий, но которые не оплачиваются. И, в принципе, у нас в обществе считается чем-то незначимым и как бы... Ну, чего тут такого-то? 23 года. Мне 25. Также по исследованиям примерно в два раза больше женщин тратят на бытовые какие-то задачи, даже несмотря на то, что работают они наравне с мужчинами. Я вывела информацию на слайде. Рабочее среднее время у женщин и мужчин в Российской Федерации оплачиваемая работа составляет примерно 5,5 часов, там, смотрите, в 10 минут. И это в крупных городах, в Москве. А в регионах разница чуть-чуть побольше. Ну, то есть женщины поменьше работают оплачиваемо, но это как бы не нивелирует ту разницу в видовом обслуживании. То есть ситуация как бы несправедливая. Про вторую смену, в принципе, все знают. Но после второй смены женщины вступают в третью смену. Насчет этого еще какой-то единой точки зрения нет, но в целом под третьей сменой считается эмоциональное обслуживание других людей и уход за собой, в том числе какие-то действия, которые направлены на изменение собственной внешности. Я нашла такие цифры. Я специально решила поискать. Кстати, я выложила этот слайд в Инстаграм, и у меня в директе просто нашелся взрыв. Потому что все подумали, что я пытаюсь запретить женщинам покупать косметику. В общем, в чем суть? Женщины тратят на покупку косметики в среднем до 12% от своего личного дохода, в то время как мужчины тратят до 1%. При этом хочу заметить, что женщины в среднем получают меньшую оплату за свой труд. Но об этом я еще поговорю. Также есть очень интересное исследование о том, что большее количество повышений и большее количество повышений зарплаты получали женщины, которые больше времени тратили на макияж, на маникюр и на другие бьюти-практики. При том, что мужчин эта тенденция не касалась. То есть у них не было такой зависимости повышений от каких-то вложений в свою внешность. И, как я уже сказала, по данным Росстата, средняя разница зарплат у мужчин и женщин примерно 30%. И это даже на равных должностях. То, во что упорно не верил товарищ Никонов сегодня в начале дня, к сожалению, это реальность. Соответственно, быть женщиной в стране, очевидно, экономически невыгодно. То есть получается, что, чтобы получить повышение, тебе надо много денег тратить на себя. На маникюр, на макияж. Никто не будет сборить, что это стоит денег. Но при этом зарплату тебе будут платить на 30% меньше. Деньги бери где хочешь, раз это не волнует. То есть мужчинам можно спокойно продвигаться по карьерной лестнице и, в принципе, на уход за собой, ну, он, конечно, играет роль, но не такой большой, кто прямо как женщины встают в крайне невыгодное экономическое положение. Это то, что касается экономических условий. Очень часто вопрос, который мне задают тоже в Инстаграме. Саша, вот зачем ты вообще выступаешь против каких-то обязательных бьюти практик? Неужели тебе самой неприятно? Неужели это так сложно, как мне написали? Неужели так сложно встать и 20 минут всего лишь с утра потратить на макияж? Скажите, пожалуйста, вот кому сложно тратить 20 минут с утра на макияж? Да, я тогда ответила этой девушке, что интересно, что я трачу, вот у меня есть такой ритуал, каждое утро я 20 минут каждое утро трачу на изучение английского языка. То есть есть у меня такая привычка, я открываю приложение, делаю задание, как раз у меня ровно 20 минут уходит. И как мне кажется, эта инвестиция как-то получше, нежели чем покраска своего лица. Есть еще такая проблема, что в нашей патриархальной культуре молодость и красота для женщин – это очень ценный ресурс. То есть в то время, когда мужчин ценят за умение достигать чего-то, зарабатывать деньги, быть лидером, быть защитником, для женщин одно из главных качеств в общественном мнении – это красота. Да, то есть насколько мы красиво выглядим, насколько мы ухожены и насколько мы радуем чужой глаз. Рассказываем вот эту популярную шутку про то, что я радую мужчин или не радую мужчин. То есть в какой-то момент это же было серьезное высказывание, то есть меня всерьез обвиняли в том, что я не радую мужчин своим видом. И так пошла волна просто приколов. Блин, я куда-то я туда все время тыкаю. Вот туда, наверное. А, туда. Да. Примерно полтора года назад одна журналистка в Твиттере выложила очень интересное наблюдение. Она нашла обложки разных популярных глянцевых изданий, на которых изображены актеры одного возраста, но разного пола. И она просто взяла и сравнила эти обложки. То есть люди, которые изображены на них, примерно им по 50 лет. Ну там плюс-минус, но разница незначительная. Вот так вот на обложках выглядят мужчины. Вот так вот на обложках выглядят женщины. Поднимите руки те, кто видит разницу. Мы сегодня с вами просто на одной волне. То есть вы можете заметить, что как будто бы кажется в нашей культуре, что женщинам нельзя стареть, что женщинам нельзя выглядеть плохо, что у женщин не может быть морщин даже 50. Но это даже не главная проблема, потому что, в принципе, это заслуживает вообще отдельного разговора. Но самое главное, что мы с вами смотрим на вот эти обложки. Мы с вами смотрим на рекламные материалы. И мы видим совершенно нереалистическое изображение. То есть мы видим тот визуал, которого в реальности просто нет. Это даже не вопрос, типа, что вам сложно потрудиться там, или неужели вам жалко эти 20 минут. Даже если вы будете тратить на это всю свою жизнь, вам не удастся в 50 избежать морщин. То есть это как бы 100%. 100% вы будете выглядеть скорее вот так. Но при этом мы будем смотреть вот на это и думать, что это нормально, и если мы постараемся, мы вот этого достигнем. Я не туда нажала. По данным исследования, которое провела компания DART, которая очень, кстати, классно топит именно против стандартов красоты из-за принятия себя, 70% женщин не видят на экранах, не видят в медиа изображения женщин, которые похожи на них. И я думаю, что цифра, которую я привожу дальше, с этим как-то связана. 70% девочек от 10 до 17 лет испытывают тревогу от несоответствия неким стандартам красоты. И они считают, что с ними что-то не так. Вдумайтесь в цифру от 10 лет. 10 лет. Ой. Смотрите, я сегодня плохо с кликером. По факту это для меня лично выглядит, как какой-то заговор. То есть понятно, что не было такого, что, не знаю, нам собрались какие-то главные люди в патриархате, какие-то мужчины такие, а давайте угнетать женщин. А давайте мы договоримся, короче, что все, мы к ним плохо относимся и вот сделаем такие условия. Нет, конечно. Это все какая-то самовоспроизводимая система. То есть просто у нас вот так принято и поэтому у нас вот так происходит. То есть я не обвиняю никаких конкретных людей и ни в коем случае не обвиняю мужчин в каких-то проблемах. Я просто говорю о том, что такая ситуация сложилась. И что мы видим сейчас? Огромное количество ресурсов, огромное количество сил девушки и женщины тратят просто на то, чтобы думать о своей внешности. То есть я это прекрасно прочувствовала на себе. Вместо того, чтобы в какой-то момент заниматься работой, учебой и карьерой, когда я училась в МГУ, я думала о том, что мне надо похудеть. И тогда я не знаю, что сильно скатилась по учебе. Также хочу заметить, что когда девушка сидит на диете, ей тоже в принципе не до размышления, потому что ты голодная. Ты не можешь думать о чем-то большем. И это достаточно серьезно исключает женщин из экономического рынка, с рынка труда, в принципе, из каких-то важных областей. Просто потому, что мы заняты со всеми другими вещами. Мне очень часто пишут, что ничего страшного, и подумаешь, что накрасить ногти от тебя не ухудят. Это же всего лишь там, не знаю, один час. Но если суммировать все, что мы делаем, эти часы превращаются в десятки часов. Вспоминать цифры зарплат. Зарплата на 50% меньше. Затраты его много раз больше. Еще одно частное возложение. Я делаю какие-то бьюти-трактики для себя. Я думаю, что вы тоже сейчас многие об этом думаете. Типа, что тут вы читаете на Митрохина, и что-то там пытается мне запретить. Кто она вообще такая? Дам вам просто несколько упражнений для размышлений. Первое упражнение – это попробовать перечислить про себя или там записать все, что вы делаете со своей внешностью, ну или там какие-то основные ваши практики. Допустим, делаю шелак, там, не знаю, наношу макияж, или там делаю кератин, ну, что угодно. И попробовать отзеркалить их и представить, что их делают мужчины. И просто из этого упражнения можно будет понять, что, во-первых, очень сильно разнится список обязательных и, в принципе, приемлемых процедур для женщин и мужчин. И что на самом деле мужчинам даже часто запрещено делать что-то, что для женщин вообще принято. То есть это очевидный перекос. Упражнение 2 тоже очень сильно помогает в рефлексии. Попробуйте представить, что вы вот этот список, который вы написали или мысленно составили, вы его просто прекратили делать. Вот вы пошли на работу, там, на учебу, выглядите вот просто, без макияжа, там, не знаю, без ногтей, без чего-то еще. Насколько изменится отношение людей к вам? Вот те, кто сейчас представили, поднимите руки те, кто считает, что оно изменится. Класс, спасибо. А кто считает, что оно не изменится? О, у вас тоже много. Скажите про изменяцию. Я думаю, что без изменяции точно изменится. Ну, кстати, да, вот если... Представьте, что вы под мышкой и ноги не бреете, и вот приходите в юбке. Что-то шевелится, да? Не очень приятно представлять. И здесь мы приходим к вопросу, а что вообще такое свободный выбор? Возможно ли он в данной ситуации? То есть, возможно ли вообще какое-то свободное принятие решения с оборой исключительно на собственные потребности и желания? Свободный выбор это такой выбор, в котором какое бы вы решение не приняли, никаких санкций к вам не последует. То есть, что бы вы не решили, всем будет окей, и типа это ваш выбор. Но такое, как вы понимаете, в обществе практически невозможно. И тут мы приходим к такому понятию, как адаптивный выбор. Этот термин очень часто используется в феминизме, и мне кажется, очень важно его здесь сказать. Это выбор в пользу социально ожидаемых действий. То есть, я, допустим, очень долгое время делала эпиляцию просто потому, что понимала, но меня достанут реально. Года два назад я случайно выложила там какую-то щетину на подмышку. То есть, просто случайно попала в сториз. Там даже не было на томиков акцента, там была в углу такая маленькая щетиточка. Я получила в районе тысячи сообщений и кучу обвинений в том, что я там, не знаю, невигеничная, не знаю, не радую мужчин, и вообще как недействительно, это вообще отвратительно. Были оскорбления. И, конечно же, во многих случаях гораздо легче чему-то следовать просто, чувствовать себя спокойно. И это вполне окей. То есть, не стоит думать, что там адаптивный выбор это такое говно и вообще не стоит его делать. Нет. Всегда очень сложно понять на самом деле, какое наше решение спокойное, какое нет. То есть, даже если мы что-то делаем, что нам нравится, и мы получаем это удовольствие, никогда не скажешь, почему вы вообще начали это делать, почему вы решили, что так надо делать, то есть, где вы это увидели. Мне, допустим, всегда очень сложно найти вот эту грань и понять, что вот это мой свободный выбор, это мне навязано, потому что это настолько спелось между собой, что очень сложно это понять. Значит ли это, что, не знаю, украшать свою внешность, как-то ее улучшать, запрещено? Конечно же нет. Никто вам не может запретить что-то делать со своим телом. Ой. Так, делаем, что вы этого не видели. Все, обратно. На самом деле, самовыражение через внешность это абсолютно нормально. Некая подстройка под социальные условия это тоже абсолютно нормально. Но при этом отказываться от чего-то вам неприятного, от того, что вы поняли, что вам просто навязано, это тоже абсолютно нормально. То есть вы можете делать выбор в пользу себя, даже если это будет значить, что вы будете наносить макияж, просто чтобы избежать каких-то вопросов или избежать какой-то критики. И это все абсолютно окей. То есть никто не вправе вам запретить краситься или заставить краситься. Конечно, в счете вся моя основная мысль, которую я всегда веду и в этом выступлении, и в своем блоге, это не в том, чтобы взять и перестать что-либо с собой делать, а скорее в том, чтобы проанализировать, что вы делаете, почему вы делаете и насколько это действительно ваш выбор и насколько вы действительно хотите ему следовать. И вот теперь... А у вас еще есть время для вопросов двух-трак вопросов? Да, а можно я сниму сторис, а то мне никто не поверит. Да. Спасибо. 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 Спасибо.